Теорема Гаусса 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 Теорема Гаусс 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 Электрической сумме свободных электрических зарядов, заключенных внутри поверхности, поделенной на ε ε0. Поток напряженности не зависит от формы поверхности, не от расположения зарядов внутри нее, он определяется суммой всех зарядов внутри замкнутой поверхности. Это выражение вывел немецкий ученый Карл Фридрих Гаусс и носит название теорема Гаусса. Напряженность поля проводящего заряженного шара или сферы. Поток напряженности поля заряженной сферы радиусом r через сферу большего радиуса r1 будет определяться по формуле φ равно e умножить на 4πr1 в квадрате. Применяя теорему Гаусса φ равно q поделить на ε ε0, определим формулу для напряженности поля заряженной сферы. e равно q поделить на 4π ε ε0, r1 в квадрате. Или e равно k умножить на q поделить на ε r1 в квадрате. Для сферы радиусом r2 меньше радиуса r напряженность поля будет равна нулю. Внутри сферы заряды отсутствуют, поэтому и поток будет равен нулю. Напряженность поля равномерно заряженной бесконечной плоскости. Силовые линии электрического поля плоскости будут перпендикулярны самой плоскости. В результате действия кулоновских сил заряды распределяются равномерно с поверхностной плотностью q поделенной на s. Определим площадку внутри плоскости s нулевое и ее заряд q. q равно σ умножить на s нулевое. Это у нас заряд площадки. Определим поток вектор напряженности этого заряда. Для этого выберем поверхность цилиндрической формы, боковые стороны которой параллельны силовым линиям. Таким образом мы исключим поток через боковую поверхность. И вся задача сводится к определению потока через поверхности s1 и s2. Вектор напряженности и нормаль совпадают по направлению. Решая уравнение φ равно e n умножить на 2s и φ равно q поделить на ε ε нулевое, мы определим напряженность поля заряженной бесконечной плоскости. e равно q поделить на 2 ε ε нулевое s или e равно σ разделить на 2 ε ε нулевое. Напряженность поля заряженной бесконечной плоскости остается постоянной на любом расстоянии от нее. Электрическое поле пластины однородно. Поле равномерно заряженной бесконечной нити. Рассмотрим бесконечную заряженную нить радиусом r. Линейная плотность заряда равна ΔQ поделить на ΔL, где ΔQ это заряд участка ΔL. Из формулы для линейной плотности определим заряд нити. Q равно τ умноженное на L. Линии напряженности перпендикулярны боковой поверхности. Определим поверхность в виде цилиндра, ось которого совпадает с центром оси нити. Поток через боковую поверхность цилиндра определим по формуле. Φ равно E умноженное на s. Или E умножить на 2πr умноженное на L. Из этой формулы выведем формулу для напряженности поля равномерно заряженной бесконечной нити. E равно τ поделить на 2π ε ε нулевое r. Внутри проводящей нити поля нет. Приступим к практической части урока. Решим задачу. Определите поток напряженности через боковую поверхность куба, внутри которого размещены заряды. Q1 минус 15 нанокулон, Q2 25 нанокулон и Q3 1 нанокулон. Запишем данные. Q1 минус 15 нанокулон, Q2 25 нанокулон, Q3 2 нанокулона. Нам необходимо найти поток вектора напряженности через одну боковую поверхность, то есть φ1. Переведем данные значения в систему Си. минус 15 на 10 минус 9 кулон, 25 на 10 минус 9 кулон и 2 на 10 минус 9 кулон. По теореме Гаусса мы можем определить поток вектор напряженности через всю поверхность куба. Затем, чтобы определить поток вектора напряженности через одну боковую поверхность, нам нужно будет разделить на 6, так как у куба 6 сторон. Применяем теорему Гаусса. Суммарный заряд равен Q1 плюс Q2 и плюс Q3. Минус 15 на 10 минус 9, плюс 25 на 10 минус 9 кулон и плюс 2 на 10 минус 9 кулон. Получим суммарный заряд равным 12 на 10 минус 9 кулон. Подставляем в теорему Гаусса. Получаем 12 на 10 минус 9 кулон. Разделить на 8,85 на 10 минус 12. Получаем 1356 вольт на метр. Теперь общий поток вектора напряженности разделим на 6. 1356 разделить на 6. 226 вольт на метр. Поток вектора напряженности через одну боковую поверхность равен 226 вольт на метр. Задание 2. Прямой металлический стержень диаметром 5 см и длиной 4 метра несет равномерно распределенный по его поверхности заряд 500 нано кулон. Определите напряженность поля и поток вектора напряженности электрического поля. Запишем данные величины. Диаметр 5 см, длина 4 метра, заряд 500 нано кулон. Необходимо найти поток вектора напряженности и напряженность поля. Переведем данные в Си. Диаметр 0,05 метров, заряд 5 на 10 минус 7 кулон. Линейная плотность определяется по формуле заряд разделить на длину. Подставим числовые значения. 5 на 10 минус 7 кулон разделить на 4 метра равно 1,25 на 10 минус 7 кулон на метр. Радиус равен половине диаметра, то есть 0,05 разделить на 2 0,025 метра. Найдем напряженность нити. По формуле E равно τ разделить на 2π ε ε0r. Подставим числовые значения и получим значение для напряженности 0,9 умножить на 10 в 5 ньютон, деленное на кулон. Используя формулу в теореме Гаусса Φ равно Q поделить на ε ε0 и поставив числовые значения, определим поток вектора напряженности. Он равен 0,56 на 10 в 5 вольт на метр. Запишем ответ. E равно 90 кН на кулон и Φ равно 560 кВт на метр. Рассмотрим пример решения задачи на теорему Гаусса в общем виде. Задача. Найти напряженность электрического поля равномерно заряженной тонкой нити бесконечной длины от расстояния r до оси нити. Линейная плотность заряда равна τ. Решение. Исходя из симметрии, выберем замкнутую поверхность в виде цилиндра, образующей h. Поток линий вектор напряженности будет только через боковую поверхность. Нить бесконечно длинная и поле радиальное. Основание цилиндра вырезают нить длиной h. Тогда ее заряд равен q равно τ умножить на h. Боковая поверхность цилиндра определяется по формуле s равно 2πr h. Согласно теории Мегаусса, φ равно e умножить на 2πr умножить на h или равно q разделить на ε нулевое или равно τ h разделить на ε нулевое. Откуда напряженность равна τ разделить на произведение 2π ε нулевое r. Это означает, что напряженность убывает обратно пропорциональную расстоянию от нити. Подведем итоги урока. Сегодня вы научились применять теорему Гаусса для определения напряженности электрического поля заряженной бесконечной плоскости, шара, сферы и бесконечной нити. Урок окончен. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова